Один из лучших скороспелых и неприхотливых сортов – томат «Любаши Ф1» – урожайность и характеристики. Добавить комментарий Ваш комментарий Популярные разделы Цветы розы Актуальной зимой Популярные статьи Поиск по сайту Найти Описание сорта Томат «Любаши Ф1» выведен селекционерами фирмы «Партнер» в 2016 году. Внесен в госреестр в 2017 году. Рекомендован к выращиванию во всех регионах страны в защищенном и незащищенном грунте. Куст детерминатный, высота 1 метр, компактный. Листья в среднее количество, небольшие, ярко-зеленые. Соцветия простые. Первое соцветие закладывается над 5-6 листом. Кисть завязывает до 8 плодов. Ультраранеспелый гибрид, с момента появления всходов до полного вызревания проходит 65-75 дней. Урожайность высокая. С одного куста собирают до 5 кг овощей, при условии посадки 4-6 кустов на 1 кВ. М. Устойчив к основным заболеваниям семейства посленовых. Несмотря на низкорослость и компактность, растениям требуется подвязка и посынкование. Плоды округлой формы, чуть приплюснутые. Цвет ярко-красный. Не склонны к растрескиванию ни в холодную, ни в дождливую погоду. Семенных камер 3-4. Семян немного. Кожура плотная. Вес 120-150 г. Универсальны в применении, пригодны для употребления в свежем виде, для цельноплодного консервирования, для изготовления томатной продукции, соки, пасты, кетчупы, лечо. Хороши в засолках и в маринаде. Не теряют восхитительного вкуса в вяленом виде. Спелые овощи подлежат долгому хранению и выдерживают длительные перевозки. Как вырастить рассаду посев семян происходит за 55-60 дней до высадки рассады в грунт. Почвенную смесь готовят из садовой земли, смешивая ее с торфом и компостом. По возможности добавляют залу. Подготовленную почву дезинфицируют раствором марганцовки. Затем подвергают дезинфекции посевной материал. Для этого зерна закладывают в слабый раствор марганца или в раствор фитоспорина на 20 минут. Сажать можно в общий деревянный ящик или в индивидуальные торфяные горшочки и пластиковые стаканы. Главное, в посадочной таре сделать дренажные отверстия, чтобы исключить застой воды. Семена засевают в слегка увлажненный грунт с расстоянием 2-3 см между ними. Засеянные емкости накрывают пленкой или стеклом и оставляют в помещении, где температура воздуха не менее 23 градусов. Первые всходы можно видеть на 4-7 день. При появлении ростков необходимо сразу же переставить емкости на свет. В противном случае кустики вытянутся и ослабнут. Почву поддерживают во влажном состоянии, поливая ее только отстоянной и теплой водой. Оптимальный световой день для рассады – не менее 12 часов в сутки. Если дневного света недостаточно, используют лампы искусственного освещения в качестве дополнительной подсветки. На этапе роста рассады гибрид в подкормках не нуждается. При появлении трех настоящих листиков проводят пикировку. Во время пикировки сеянцы рассаживают в более свободные ящики, с расстоянием 20 см между ростками, либо в отдельную тару. Первые две недели после появления всходов их подвергают закаливанию, которое заключается в поддержании более низкой температуры, чем обычно. Днем температура снижается до 16 градусов, а ночью до 13. За две недели до высадки в грунт рассаду выносят на открытый воздух в солнечные дни для скорейшей адаптации к уличным условиям. Как выращивать помидоры через 55-60 дней рассада готова к пересадке. В это время кустики уже достигают 25 см в высоту, у них крепкий стебель, 8-9 листьев и начинает формироваться первая цветочная кисть. Накануне посадки грунт обильно поливают, в каждую лунку закладывают компост и залу. Свежий навоз в качестве удобрения при посадке использовать категорически нельзя. Для томатных грядок выбирают солнечное место, незатененное, куда свет попадает на протяжении всего дня. На 1 квадратный метр высаживают 4-5 саженцев. Расстояние между растениями 35-40 см. Через несколько дней, по мере укрепления ростков, проводят первый полив теплой отстоянной водой под корень. Поливают один раз в неделю в жаркие дни и два раза в неделю. Под каждый куст расходуют 4-5 литров воды. Растение хорошо откликается на капельный полив. Также можно заливать воду в заранее подготовленные емкости, расположенные в прикорневой зоне, откуда вода будет проникать к корням растения постепенно. Для этого подходит обычная пластиковая бутылка без дна. После полива землю рыхлят, окучивают и удаляют сорняки. Рыхление способствует образованию дополнительных корней. Мульчирование грядок дольше сохраняет их влажными и препятствует росту сорняков. За 2,5 недели до сбора овощей полив прекращают. Первую подкормку проводят на 10-й день после посадки. Удобрением служит перебродившая трава в соотношении час-10 минут. При появлении завязей добавляют фосфорно-калийное удобрение. Подкормки проводят после полива, каждые 2 недели. Культура требует обязательного пасынкования. Кусты формируют в 2 или 3 стебля. При введении в 2 ствола оставляют пасынок под первой цветочной кистью. При введении в 3 ствола оставляют 2 пасынка под первой цветочной кистью и над ней. Но опытные огородники советуют ввести кусты в 4 стебля. По их оценкам такой прием способствует максимальному плодоношению. По мере роста требуется подвязка куста, несмотря на крепкие стебли. Для подвязки используют деревянные колья, жесткие шпалеры или шпагат. Если растения не подвязывать, кисти плодов будут ломаться под собственной тяжестью. Болезни и вредители помидоры Любаша F1 отличаются повышенной устойчивостью к заболеваниям, таких как «вершинная гниль». Табачная мозаичность – фитофтороз. К тому же ранние сроки созревания позволяют долго не задерживаться культуре на грядках, что уберегает ее от длительных атак вредителей. Соблюдение правил севооборота и агротехники усиливают иммунитет растения. А если ко всем правилам ухода присовокупить еще и меры профилактики, то Ваши помидорные культуры достойно выстоят даже против полчищ вредителей. Наземные вредители – слизни, колорадские жуки, клещи боятся отваров полыни, чеснока и горького перца, которые отпугивают их своим запахом. Регулярный осмотр также надежно защищает кустики от их появлений. Глубокая перекопка земли перед посадкой способствует уничтожению вредителей, нарушающих корневую систему. К ним относятся хрущи, проволочники, медведки. От их появления спасает также обработка почвы известью или доломитовой мукой. Для предупреждения грибковых и бактериальных заболеваний хорошо подойдут биологические препараты – алирин или гомоир. Нюансы выращивания в открытом грунте и в теплице. Культура одинаково хорошо приспособлена к открытому грунту и к теплице. Но в защищенном грунте урожайность выше. Выращивание в теплице приводит к переувлажнению воздуха, что проявляется всплеском грибковых заболеваний. Чтобы этого избежать, регулярно проветривайте парник. Но помните, что помидоры не любят сквозняков. На улице для томатных грядок выбирают солнечное место, открытое, но защищенное от сильного ветра. Небольшой ветерок не позволит осесть спором грибков. В открытом грунте сохраняется наибольшая вероятность атак насекомых-вредителей, за исключением паутинного клеща, который предпочитает тепличные условия. Поэтому, если сорт высажен на улице, основные меры профилактики сводятся к защите грядок от насекомых. Сборы и применение урожая. Сбор овощей начинается с последней декады июня, начало июля. Созревание происходит кистями, овощи спеют одновременно, что заметно упрощает их сбор. Срезать можно целые ветки с плодами. Спелые овощи используют в свежем виде, в засолках, в маринадах, в приготовлении различных блюд. Благодаря небольшому размеру, хорошо подходят для цельноплодного консервирования. Незаменимы в овощных блюдах, таких как рагу, пюре. Хорошо дополняют первые блюда, борщи, супы. Идеальны в запекании с мясными продуктами и другими овощами. Также подходят для приготовления томатной продукции, из них получается вкусный сок, прекрасный аджика и лечо. Выступают основой для разнообразных соусов. Спелые помидорки можно даже вялить, благодаря плотной мякоти. Эта разновидность предназначена для долгого хранения без потери вкусовых качеств и внешнего вида. Переносит транспортировки на дальние расстояния, что дает возможность перевозить спелые овощи в другие регионы для продажи. Преимущества и недостатки. Любой гибрид получают путем скрещивания двух тщательно отобранных сортов, чтобы сохранить лучшее их качество в будущем поколении. Поэтому, говоря о гибриде, можно отметить множество положительных свойств, ультраранние сроки созревания, возможность разведения. В любых регионах, высокая устойчивость к заболеваниям, несложная агротехника, высока урожайность, созревание плодов. Одновременно, отменный вкус, универсальность в применении, возможность цельноплодного консервирования, долгосрочное хранение, длительные транспортировки. У всех гибридов главный недостаток – это невозможность самостоятельного отбора семян для следующей посадки. Посевной материал придется приобретать в специализированных магазинах. Остальные недостатки культуры незначительны, их вполне можно назвать условными, требуется подвязка, требуется посынкование. Отзывы фермеров Несмотря на небольшой срок существования, сорт успел приглянуться многим овощеводам. Новый гибрид отвечает всем основным требованиям и вполне способен составить конкуренцию культурам, зарекомендовавшим себя в томатном мире. Вполне возможно, что в ближайшем будущем сорт начнут массово использовать в промышленных масштабах, извлекая из этого достойную прибыль. Но пока еще эксперименты с молодым гибридом проходят на дачных участках. Ознакомимся с мнениями огородников. Татьяна, Г. Орел Погода в этом году была совсем не помидорная, холодная и дождливая. Многие сорта сразил фитофтороз, но гибрид выстоял. Овощи уродились вкусными, теперь всю зиму будут заготовками. Очень хорошо, что посадила этот сорт, иначе бы осталось без томатов. Елена Динара Овощей было немного. Даже не знаю, посажу ли его в следующем году. Заключение Вид томата Любаша F1 зарекомендовал себя как высокоурожайный, неприхотливый в уходе, болезнеустойчивый и хорошо адаптированный к открытому грунту и тепличным условиям. Но неприхотливость в уходе вовсе не означает полное отсутствие внимания к растению. Как и любая другая культура, сорт нуждается в своевременных подкормках и поливах. А при соблюдении правил сего оборота Любаша откликнется множеством вкусных помидоров, которые украсят ваши столы и в летнее, и в зимнее время. Название сорт отражает самую ее сущность. Так и хочется сказать, Люба и недорого. Томат Любаши F1 от партнера. Взвешиваем плоды у отчис видео он YouTube.